Ну что, друзья, поток новостей идет, я просто не успеваю их читать, и новости обычно, ну, не самые радостные часто, и хочется найти что-то позитивное и оптимистичное, и сейчас я хочу поделиться именно такой новостью. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но недавно я, сегодня буквально, увидел в Телеграме, чат Временное правительство, следующее сообщение. Только 16% российских предпринимателей не заметили серьезных изменений за последний месяц в своей деятельности. 54% бизнесменов сообщили о снижении объема продаж, у микробизнеса этот показатель равен 65%, из-за падения дохода 83% российских компаний пошли на сокращение текущих расходов. В первую очередь под нож пошли расходы на IT, рекламу и маркетинг. Затем идет сокращение штата, уменьшение зарплаты сотрудникам, полный или частичный отказ от аренды офиса. Ну, что хорошего, так сказать, в этой новости? На самом деле в этой новости ничего хорошего, хорошее следующее. То, что лично мое предприятие, у меня есть полиграфия, до сих пор работает, и моя полиграфия показывает, ну, мне кажется, не совсем плохие результаты, потому что я несколько лет назад уже принял решение закрыть производство и все перевести на аутсорсинг, и это было хорошее решение, правильное решение. И я отказался от аренды, от зарплаты и так далее сотрудникам. Вот, я сейчас, вот, в начале этого года не заметил существенного снижения по заявкам, по заказам с начала этого года. Ну, что я могу сказать, заказчиков у меня осталось мало, и поэтому рентабельность, как бы, моего бизнеса не позволяла содержать производство, поэтому я его сократил, вот, собственно говоря, и в результате у меня стал бизнес супер рентабельный. Вот, поэтому я в начале этого года повысил зарплату на 20%. Кроме этого, я повысил отпускные цены на свою продукцию тоже на 20%, на основную продукцию. Ну, а те заказы, которые чуть поменьше, ну, не основные, там буквально, они очень дорогие, буквально каждый заказ отчитывается отдельно. Что еще из позитивного я хочу сказать? То, что, вернее, не совсем уже позитивно, то, что цены на бумагу растут. Вот, это не совсем позитивная новость, смотрите. Итак, смотрите, я повысил зарплату сотрудникам, их всего, там, двое, по-моему, или трое, трое у меня, вот, сотрудникам на 20%, отпускные цены повысил на 20%. При этом, мои расходы, смотрите, сейчас вы видите динамику цен на бумагу, мы просто, я дал задание, подвели, ну, как бы, статистику. Раньше цены на бумагу, ну, совсем практически не менялись, или менялись очень слабо, вот. И по накладным я решил и по, ну, как бы, заявкам посмотреть, как же меняются цены на бумагу. Итак, смотрите, 17-го, 12-го мы покупали бумагу, то есть, это в середине декабря, 1337 рублей 52 копейки стоила пачка бумаги. Ну, это основная, как бы, наши покупки. Мы покупаем бумагу мелованную для этикеток, 90 грамм на метр квадратный, 47 на 65, это пачка, ну, второй формат, грубо говоря, вот, 250 листов там, ну, такая она увесистая, килограмм там. 10, может, 15, не знаю, можно посчитать. Вот, 26-го, 01-го, следующая закупка партии бумаги, 1560 рублей 44 копейки, подорожала после Нового года. То есть, я перед Новым годом решил закупить бумагу впрок немножечко, 1560-44, это уже после каникул, после Нового года покупаем. Следующая закупка 22-ое, 02-ое, 1835 рублей 82 копейки. Как видите, мы покупаем раз в месяц буквально, вот, ну, месячную норму, ну, это за пачку, естественно, потому что там, соответственно, мы покупаем сколько там, 23 пачки, насколько я помню. Вот, дальше, после начала известных событий мы просто позвонили и узнали, сколько же будет стоить эта бумага, пачка. И выяснили, что 02-го, 03-го, 2022-го стоимость этой бумаги выросла до 2229 рублей 21 копейка. Ну, и пока она еще не кончилась, но уже там половина бумаги израсходована, 23-го, 03-го, мы выписали счет, в счете было написано 2623 рубля за пачку. Почему я выписал этот счет? Потому что, ну, рубль какое-то время укреплялся, я говорю, пока укрепляется, надо брать. Вот, ну, вот такая динамика. И вы видите график изменения этой динамики, ну, вы видите, что, так, сейчас я точечки покажу. Вот они, эти точечки, раз, два, три, это покупки, вот это просто запрос цены 02-го, 03-го, то есть вот здесь вот известные события произошли. Дальше вот, это уже реальная покупка, в четверг мы оплатили бумагу по этой цене. Ну, что я могу сказать? Смотрите, с 1337 до 2623 рост стоимости бумаги, стоимости материалов, которые я использую в производстве, практически в два раза. То есть 100% рост материалов. У нас где-то материалы в себестоимости основной продукции занимают где-то, ну, в районе 40%, то есть существенный рост. Соответственно, стоимость логистики повысилась, потому что топливо увеличилось в цене, и, ну, я увеличил отпускные цены на 20%. То есть норма моей прибыли, маржинальность моего бизнеса немножечко снизилась. Я думаю, что это будет общая тенденция, вот для всех, по крайней мере. Но, собственно говоря, заработная плата у меня, фонд заработной платы никакой, потому что я все, что сейчас делает бизнес, он сокращается. Я это сделал несколько лет назад, вот, оптимизировал все свои процессы, и это привело к сильному оздоровлению, в общем, так сказать, экономических показателей моего предприятия. Ну, а сейчас я хочу обратиться к вам. Расскажите, пожалуйста, как дела обстоят у вас. Дело в том, что, ну, цены-то растут, всюду растут, это очевидно совершенно. Растет ли у вас зарплата? Напишите, пожалуйста, растут ли у вас заказы, есть ли оптимизм, потому что, вот, согласно опросу, видите, оптимизма маловато. Мне просто интересно. Я лично считаю, что, ну, вот, моя продукция будет пользоваться спросом. Почему? Потому что мы печатаем этикетки в основном, то есть у меня основной вид продукции – это этикетки и мелкая упаковка для различных производственных предприятий. В основном это частные предприятия, ну, как в основном, все частные предприятия для госпредприятия. С госзаказом я не работаю, естественно, потому что, ну, его нафиг, вот, хотя, может быть, и стоило бы, вот. Ну, у меня вот такие заказчики. И я ожидаю, что у небольших компаний, которые занимаются еще производством, будет рост производства продукции, и она будет пользоваться спросом. Почему? Потому что, ну, освобождаются ниши, во-первых, во-вторых, ну, будут спрос на российское, на наше. Вот, естественно, как вы видите, что динамика цен на импортные товары, видите, выросли в два раза, то есть бумага, это покупается за доллары, рост цен на импортные товары, то есть товары конкурентов вырос в два раза. Я поднял цены на 20%. Ну, в основном, вот, по динамике цен, так сказать, я недавно снимал видео цены на продукты и так далее, цены выросли там на 30-40% в среднем, то есть я не сильно поднял. Вот, ну, и вообще, смотрите, в основном цены на импорт выросли в два раза, а на российское, ну, там на 20-30-40% в среднем, может быть. Поэтому, поэтому, значит, российские товары получают конкурентное преимущество, наконец-то, наконец-то свершилось то, о чем, в общем-то, мечтали большевики. Вот, то есть потребитель начнет, наконец, давать предпочтение нашим отечественным российским товарам, нашим отечественным производителям, и это приведет к, ну, оживлению, наконец-то, российской экономики, которая, в общем-то, застоялась очень здорово. И, ну, во всем надо искать положительные моменты, я думаю, что вот это вот положительное, то есть будет, я надеюсь, рост малого бизнеса, куда он денется. Вот, и напишите, пожалуйста, вот что вы думаете по этому поводу, как у вас обстоят дела на местах. Вот, ну, повторяю, что я работаю только с негосударственными предприятиями, только с частными предприятиями, и я сам являюсь тоже частным предприятием, ну, в данном контексте, по крайней мере, я предприниматель, и это микробизнес. Микробизнес. Здесь ничего не могу сказать. Микробизнес. Что еще хотел сказать, то, что важно иметь, то, что я всегда говорил, множественные источники дохода. То есть, смотрите, у меня есть источник дохода, это канал на ютубе, он полностью сейчас обнулился, то есть монетизация на ютубе просто отключена. Вот, есть бизнес, ну, я продаю курсы биржи для чайников, там тоже очень большой спад, не буду скрывать. Вот, ну, а в смысле производства здесь идет какой-то рост небольшой. И я сейчас очень активно ищу новые точки для применения бизнеса, потому что, ну, общие доходы у меня, естественно, упали. Вот, поэтому приходится, хочешь жить, умею вертеться. Вот, вы видите, что я активно ищу новые источники, новые идеи для бизнеса, они кажутся сумасшедшими, но все больше и больше они приобретают реальность. Ну, поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите, и я надеюсь, что смогу помочь кому-то просто создать свой бизнес, подняться на этом деле. То есть, кто-то воспримет мои идеи тоже, поэтому оставайтесь на моем канале. Ну, не буду больше задерживать ваше внимание, спасибо огромное и до встречи. С вами был Деменков Юрий. Как всегда, лайк, подписка и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok